Приветствую вас, вы знаете, если я смотреть на ваш вопрос, вот именно локально, да, именно локально, то есть с той точки зрения, что вы спросили, то я полагаю, что, конечно, вот вы чувствуете, что вам жалко, вы чувствуете, что вам не хочется тратить свои ресурсы на человека, который это не ценит, вот, и я думаю, что вполне справедливо, что вам не хочется тратить эти деньги на него, я думаю, что вполне справедливо, что вам хочется вернуть эти деньги, вот, потому что человек уже чужой, и по сути вы оплатили месяц, пользование человеку, который к вам уже никакого отношения как такового не имеет, вот, ваши чувства здесь понять вполне можно, ну, мне так это, по крайней мере, видится, вот, поэтому я думаю, что совершенно справедливо, что вы не будете отдавать ему эти вот месяцы пользования, которые, которые, ну, которые вы ему дали, которые вы оплатили, потому что человек, по сути, вам, еще раз повторю, да, он вам спасает никто, вот, и я думаю, что вполне справедливо, как вы к нему относитесь, я думаю, что вполне справедливо, вот, поэтому я бы рекомендовал в глобальном смысле слова вам не давать ему ничего, и вернуть себе деньги, потому что вам, ну, от этого будет лучше, вам от этого будет только лишь спокойнее, вам от этого будет приятней, я думаю, и у вас не будет такого ощущения, такого чувства неприятного, что вы потратили свои ресурсы на того, кто совсем не оценил этого, кто грубил вам и так далее, вот. Но, понимаете, ситуация заключается в том же, что дело не только в этом, то есть дело не только в том, что вы локально спрашиваете, потому что я так полагаю, что данный вопрос вы могли бы решить самостоятельно, вот. Я полагаю, что дело здесь совсем и не только в этом, дело здесь в другом. Я полагаю, что основная проблема, с которой вы столкнулись, это проблема того, что мужчина вас еще как-то задевает, мужчина вас еще волнует, мужчину вы никак не можете отпустить, вот, мужчину вы никак не можете забыть, вот, он еще вас до сих пор трогает, и вот, на мой взгляд, это и есть основная проблема, которая вас на сегодняшний день волнует. Ну, проблема не проблема, да, трудность не трудность, а вот, то, как это стало возможным, то есть, то, как вы оказались в этой ситуации, это вот, конечно, на мой взгляд, очень интересны, потому что, пока что, пока что, все выглядит так, что вы категорически себя недооцениваете, вот, пока что, все выглядит так, что вы сомневаетесь в себе, в том, вот, в том, какая вы, в том, если у вас ценность, в том, насколько вы уважаете себя, насколько вы важны, вот, потому что, смотрите, вы пишете, что вы с гражданским мужем, да, именно с гражданским мужем прожили 8 лет, то есть, это был не официальный брак, это был именно гражданский брак, и вопрос, который у меня к вам, он только один, по какой причине, да, вы выбрали именно гражданский брак, брак, в силу чего вы выбрали гражданский брак, неужели вы не считаете себя достойной, ну, чего-то большего, например, полноценного брака, полноценных отношений, вот, и вот этот момент, именно этот момент, выбора и проживания, собственно, 8 лет, с человеком, который не сделал вас своей женой, да, и вызывает самое большое количество вопросов, то есть, либо здесь вы боитесь замужества, либо здесь вы, не верите в себя, либо здесь вы, значит, не считаете себя достойной, ну, брака, полноценного брака, вот, либо здесь есть еще какой-то, какая-то подоплека, который мы не знаем, но согласитесь, что весьма и весьма расточительно, да, тратить на человека 8 лет своей жизни, по сути, просто так, то есть, он вам, ну, он для вас, в итоге, он вас, он вас просто бросил, вот, в итоге он вас, просто от себя оттолкнул, вот, в итоге, понимаете, какая история, вот, и мне кажется, мне кажется, что вот те причины, причины, те причины, которые у вас были для того, чтобы это делать, вот, именно те причины, вот, они вас, как раз, до сих пор и волнуют, они вас, как раз, до сих пор и тревожат, они, как раз-таки, и не дают вам покоя, вот, ну, опять же, как это видится мне, да, как это представляется мне, понимаете, и если вы хотите наладить отношения вообще не с этим, не с этим мужчиной, если вы хотите наладить отношения вообще с мужчинами, то есть, чтобы ваша жизнь лично была более успешной, если вы этого хотите, то в этом вам можно помочь, но смотреть тогда нужно не на то, что делать именно с этим мужчиной, как раз-таки, этого мужчину вам нужно отпустить и, отпустить, и, скорее всего, если вы вернёте свои деньги, то он вам ещё раз о себе напомнит, да, он, ну, он вам, скорее всего, будет, значит, ну, говорить ещё о том, какая вы плохая, какая вы ужасная, что, вот, возвращаете, там, свои деньги, закрываете карту и так далее, вот, и тем самым, тем самым, тем самым, этим он только лишь вернёт вас обратно, поэтому с этой точки зрения, с этой позиции я рекомендовал бы вам наоборот, отдать ему всё, что он хочет, вот, не, значит, ну, не оставлять себе это, потому что, как бы, отпустить будет легче вам, и, наоборот, эмоционально не вовлекаться в подобную делёвочку, да, вот. Мне кажется, что это вот как раз самое правильное, что вы можете сделать, мне кажется, что это как раз самое верное, если вы хотите именно отношения свои наладить, ну, вообще, вообще, с мужчинами, в принципе, вот. Я думаю, что это то, что вам нужно сделать, в первую очередь, вот. И дальше просто анализировать то, как вы вот оказались во всей этой ситуации, вот. Вот, вы и знаете, почему вы оказались во всей этой ситуации, как так получилось, что, вот, восемь лет вы потратили на мужчину, который… по итогу вам, значит, ну, ничего не дал, да, по итогу, который только лишь, который только лишь нагрубил вам, да, вот, и всё, вот, то есть, мне кажется, в результате именно так. И тогда, тогда, позвольте небольшой резюме, хочется сказать следующее, да, что ответ на ваш вопрос зависит от вашей цели, от того, насколько далеко идут ваши цели. Понимаете? То есть, если вы ориентируетесь только на то, что вот непосредственно будет в ближайшее время, то здесь, конечно, однозначно нужно всё возвращать, однозначно, если вы ориентируетесь только на то, что вот будет ближайшее время. Но, если вы всё-таки думаете с некоторой перспективой, да, то есть, с неким таким и таким заделом на будущее, то вы очень быстро поймёте, что по-настоящему, по-настоящему важно, по-настоящему важно, только то, чего вы хотите. И по этой причине, вы не будете ориентироваться на какие-то, вот, мимолетние цены. А будете смотреть как раз на то, значит, что за всем этим стоит, да, то есть, какие субъективные моменты за всем этим находятся, вот. И уже отталкиваясь, собственно говоря, от этого, вы будете двигаться, вот. Я думаю так, я думаю так. И также, я думаю, что, к сожалению, ваши отношения не станут лучше с мужчинами вообще. Если вы будете ориентироваться на подобные вещи, но вместе с этим, если вы и не пересмотрите своё отношение к себе, не пересмотрите свои цели, ну, свои цели, которыми вы ориентируетесь при своём поведении, вот. Не пересмотрите критерии выбора, своего выбора, выбора. Вот. Вот так. Я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь вам. И если так, вот, по науке вам нужно начать работу индивидуальную с психологом для пересмотра векторов своего поведения с мужчинами, возможно, своего поведения вообще, вот, возможно, своего жизненного пути, это немножко пугает, но тем не менее. Потому что с таким подходом, а это не могло быть случайно, что восемь лет вы тратили на человека, который, как бы, вас с вами вот так поступило, это не могло быть случайно, и, соответственно, в следующих отношениях вы, скорее всего, тоже будете вести себя так. Вот. Так что это нужно корректировать. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...